Молодежь танцует. Флэш-моб. Сильная Россия на Центральной площади. Награда за труды. Школьники отправятся в Артек, Орленок и Океан. Думать наперед. Пчеловоды беспокоятся, как войти в сезон. Пятнистое потомство. Леопард из Приморья нашел невесту в Москве. Эхо войны уссурийского героя захоронят спустя десятилетия. Открытый турнир по олимпийскому тэквондо. Уссурийск принял воспитанников Федерации края. Долгие выходные в Уссурийске выдались снежными, как и на всей части краева. В Владивостоке осадки привели к транспортному коллапсу со множеством заторов и аварий. В нашем городе, пока жители отдыхали, на улицах вовсю трудились муниципальные службы, чистили трассы и тротуары. Съемочная группа Телемикса узнала у пешеходов и автомобилистов, как они оценивают обстановку на дорогах. Ну, намного лучше, чем в Владивостоке. Вот в Владивостоке лежало зимой, там вообще не чистят. Тут у нас служба лучше работает. На три с минусом, если не на два. И все, что не чистится, и все. А вы по каким районам ездили? Да, в принципе, так же. Ну, у Некрасова, в принципе, нет, как бы. Ленина, Крапузнаменная. По сравнению с прошлым годом, я считаю, что как-то более активно все. Ну, видимо, не хватает людей, так вот, чтобы где-то лопатами почистить. Техника работает. Так что, в принципе, да, видела, видела. Даже малая техника на тротуарах. Вы знаете, у нас не было коллапса, чистили нормально. С утра, ну, были и почищены тротуары. Видела сама, как маленькие, таки, трактора ездили. Нормально очистили, в принципе, не было проблем. Единственное, что лед местами остался, подскальзываешься. Это уже где тротуары. Так, в принципе, чисто. Работа на улицах города началась еще в день выпадения осадков и длится до сих пор. Сейчас коммунальные службы вывозят накопившийся снег и приводят в порядок обочины дорог. На улицах города вовсю идет уборка. Хотя проезжая часть довольно чистая, на обочинах все еще лежит снег. Именно его убирают дорожные службы. Казалось бы, ничего сложного, но ситуацию усугубляют припаркованные машины. На некоторых улицах проезд спецтехники закрыт. А на просьбы к водителям убрать транспорт реагируют единицы. Вот сегодня очень загружены машинами советские. Я также могу сказать, что Чечерина, район автовокзала, тоже самое в сторону, к мосту. Там они же подъезжают, бросают, где попала машина. Не объехать, не подъехать. Нам, машинам коммунальных услуг, очень тяжело. Уссурийск приводят в порядок после снегопада, который начался вечером 7 марта. Но техника появилась на улицах города раньше. Дороги обработали специальными веществами, чтобы проезжую часть не сковал лед. Коммунальные службы трудились все выходные, в том числе по ночам. На обработку дорог затратили 60 кубометров реагентов и около 1000 кубометров пескосоляной смеси. На полигон по улице Московской вывезли свыше 4000 кубометров снега. По 11 число работали также в подлосуточном режиме, в том числе и выводили снег с основных магистралей города. Понятно, что в первую очередь были обработаны на дороге, так сказать, центральные карты. Это основные магистрали, проездные наши, как я говорю, мосты, весь центр. И в дальнейшем мы уходили на другие районы города. Две комбинированные уборочные машины из Уссурийска отправились в краевую столицу на помощь соседям. После прекращения осадков все управляющие компании нашего города приступили к уборке придомовых территорий. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс. Флэшмоб «Сильная Россия» прошел на центральной площади. Акция посвящена фотоконкурсу «Я голосую». Каждый уссуриец может выиграть айфон последней модели 18 марта в день выборов президента страны. В один день можно проявить свой гражданский долг и выиграть ценный приз. Студенты Уссурийска танцуют на площади. Массовый флэшмоб молодежь провела в преддверии важного для страны события – выборов президента. В руках рамки для фотоконкурса. Именно с ними нужно будет сфотографироваться 18 марта, чтобы стать участником розыгрыша пяти айфонов. Сейчас активно развито продвижение в сети «Инстаграм» и «Контакт». И вот как раз были изготовлены для данного фотоконкурса рамки «Инстаграм», впоследствии чего они будут стоять на избирательных участках с нашими волонтерами и будут делаться фотографии, посвященные нашему фотоконкурсу. Рядом с избирательными участками нужно найти волонтеров такой же футболки и с фоторамкой. Сделать снимок и выложить в социальные сети «Инстаграм» или «Вконтакте». Обязательно поставить два хэштега «Приморье выбирает» и «Уссуриск голосует 2018». И один придумать самому. Победителя краевого конкурса определяют по наибольшему количеству лайков. Следующего выберет генератор случайных чисел. Еще трех обладателей айфонов 10. Жюри отметит в номинациях. Самый оригинальный хэштег «Выбираю с друзьями» и «На выборы всей семьей». Мы участвуем в этом флешмобе, потому что это важное событие как для нас всех, как для студентов и волонтеров, так и для всех граждан Российской Федерации. Ведь мы сами выбираем, мы сами делаем свою страну. Мы решили показать, что молодежь «Уссуриска» она с активной жизненной позицией и что мы хотим выбрать нашего президента сами. Организатор конкурса «Благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Главная задача проекта – привлечь внимание молодежи к социально важным событиям страны и развить творческие навыки. Выложить снимки нужно 18 или 19 марта. Автоматические фотографии появятся на сайте приморьевыбирает.рф. Победителей назовут 26 марта. Конкурсные снимки плохого качества, неэтичные или с признаками агитации и изображениями кандидатов к участию не допустят. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов и Антон Войцеховский, Телемикс. Награда за труды. Уссуриские школьники отправятся отдыхать в Арте, Корленок и Океан. 9 учеников получили поощрительные путевки за отличную учебу, достижения в спорте и успехи в общественной деятельности. С одним из счастливцев пообщалась наша съемочная группа. Глава полетела, нет, на циркуле все хорошо, не толкай вторую руку, да, одной ручкой лови, все нормально. И такой разбор полетов на каждой тренировке. Уссуриские гимнастки готовятся к российским соревнованиям. В апреле сборная города отправится в Иваново. Среди надежд наших гимнасток Софья Красильникова. Такой трудолюбивой спортсменки еще поискать. Уссуриску повезло. 9 лет юная школьница украшает сборную. Меня привела мама. Мы вообще хотели на спортивную гимнастику, но на спортивную не было. И мы пошли на художественную. Мама сказала, давай попробуем, а потом. Ну и вот как-то все затянулось. И на данный момент я уже 9 лет занимаюсь. Затянула не на шутку, шутит тренер. С огромным желанием девочка познает дисциплину. И отстаивает честь уссуриска на соревнованиях. В ее копилке награды городских, краевых, дальневосточных и всероссийских состязаний. Тренировки шесть раз в неделю. Помимо этого, она хорошо успевает в школьной программе. За старания этим летом Софья отправится в международный детский центр «Орленок». Сонечка действительно трудяга. Она эту путевку заработала своим трудом, потом. Она вообще молодчинка. Она занимается с 2009 года. С четырех лет пришла на гимнастику. И можно сказать, с первых дней она очень ответственно относится к тренировкам. В этом зале собрались исключительно ответственные школьники. У каждого внушительная копилка наград. У одних в предметных олимпиадах, у других в спорте. А у третьих достижения в общественной жизни, школы и города. И каждому еще одна награда – путевка в детский лагерь. Инициатива губернатора Тарасенко Андрея Владимировича. Это очень хороший стимул для детей. Поощряются наши дети, кто хорошо учится, кто в спорте, кто в творчестве. И лучшие из лучших поехали в Артек, в Орленок и в Океан. Все полностью бесплатные перелеты. И все за счет нашего государства. На этот раз путевки получили 9 юных уссурийцев. Это ученики разных школ округа. Здесь же педагоги и родители. Это вручение – еще один повод гордиться подрастающим поколениям. Все родители присоединятся к моим словам. Хочется выразить слова благодарности за уникальную возможность нашим детям своим умом, трудом, своими талантами получить такую награду и представлять наш регион в лучших детских российских центрах. Это первые бесплатные путевки. Инициатива губернатора будет продолжена и дальше. Уже в ближайшие дни несколько уссурийских школьников отправятся отдыхать. Остальные посетят детские центры этим летом. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. Пчеловоды округа готовятся к новому сезону. Скоро наступит пора выставлять ульи на пасеке. Думать об этом и о сборе меда необходимо уже сейчас. Большая проблема для современных фермеров – сбыт продукции. Эти и другие важные вопросы пчеловоды обсудили на большой встрече. Как войти в сезон и куда сбывать мед? Вопросы, которые волнуют всех пчеловодов округа и края. Сейчас в Приморье более 70 тысяч пчелосемей. Ежегодно в крае они производят до 5,5 тысяч тонн меда. Такое производство держится на одном уровне уже почти 5 лет. Задача Приморского края стоит сегодня – расширить рынок сбыта продукции пчеловодства. Это и не только мед, это и продукты побочные пчеловодства. Вся эта продукция на рынке востребована. В последнее время падают продажи за рубеж. Если три года назад за границу отправляли 2000 тонн меда, то в прошлом в четыре раза меньше. Сейчас Россия занимает лишь восьмое место в реализации меда. Первый – Китай. Даже Мексика впереди нас, отмечают специалисты. Для местных пчеловодов хорошее подспорье для реализации сельскохозяйственной ярмарки. Цветочный мед у нас местный, села Степнова. А липу ездим под Арсеньев, в Тайгу заезжаем далеко. Челопродукция вся считается лечебной. Поэтому просто сотовый мед более как бы считается качественной. Проблемный вопрос последних лет – вырубка липы. В Приморье существуют так называемые зоны покоя, где промышленная вырубка этого растения запрещена. Пчеловоды негодуют, почему в районах некоторых пасек деревья все-таки убирают. Решение есть. Есть возможность выделения липы в азот, а особый защитный участок. Там, где рубка промышленная не допускается. Вам, как пчеловодам, необходимо оформлять свои точки. Специалисты отмечают, что в пчеловодстве Приморье значительно уступает другим регионам. Например, Башкирии, где существует мощная ассоциация «Союз пчеловодов». Именно этого и не хватает нам. И к этому нужно стремиться. Пришли к выводу производители меда. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Леопард из Приморья нашел невесту в Москве. В столичном зоопарке ждут появления уникального потомства. Как сообщили сотрудники национального парка «Земля леопарда», в 2015 пограничники нашли котенка, который попал в бураконьерский капкан. Малыш лишился трех пальцев. Но ветеринары спасли найденыша от гибели. Позже подопечного назвали Николай. Специалисты готовили его к возвращению в дикую природу, но травмы дали о себе знать. Леопард больше не смог находиться на воле. Пятнистого хищника передали в московский зоопарк, где действует программа размножения дальневосточных леопардов. В питомнике Николая свели с его первой невестой, самкой по имени Акра. Свадьба прошла успешно, а теперь счастливая семья ждет прибавления. Специалисты отмечают, что случай уникален. Николай стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, которого переместили из Приморской тайги в зоопарк. Он должен стать основателем новой генетической линии леопардов в неволе, которые являются резервной популяцией самой редкой крупной кошки на планете. Возможно, в будущем его потомки смогут вернуться на родину. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Эхо войны уссурийского героя захоронят спустя десятилетия. Открытый турнир по олимпийскому тэквондо. Уссурийск принял воспитанников Федерации Края. Редактор субтитров А.Семкин Строительно-производственная компания «Главмонтаж Объединения» реализует нежилые помещения в двухэтажной пристройке к жилому дому по адресу вокзальная дамба 20. Подробности узнавайте в офисе продаж по телефону 26 93 65. Региональный железнодорожный колледж объявляет об открытии набора на новый учебный год по профессиям. Машинист локомотива, машинист холодильных установок, сварщик, слесарь РПС, слесарь КПА, а также специальности сервис на транспорте. Подробности по телефонам и на нашем сайте. Поступление без экзамена. Ломбард Кредит Сервис. Открыл новый офис на пятом километре по адресу проезд 1 Фадеева, дом 16. Ломбард Кредит Сервис. Теперь ближе, удобнее и быстрее. Телефон в Уссурийске 211-255. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Новое жилье взамен аварийному. По закону нанимателям и собственникам квартир, в случае сноса дома предоставляются квадратные метры взамен. А вот на какие площади могут рассчитывать квартиранты? Ответ смотрите далее. Наш дом стоит в программе под снос. Там прописаны двое моих племянников. У каждого уже своя собственная семья. Подскажите, по закону нам положены отдельные квартиры? И вообще, как идет распределение жилья в таких случаях? Вообще, жилищный кодекс предусматривает право граждан, занимающих жилое помещение по договору соц. найма, в случае признания его непригодным для проживания, предоставление другого жилого помещения по договору соц. найма. Если аварийное жилье принадлежит жильцам на праве собственности, ну, допустим, было ранее приватизировано, то по соглашению с ними им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилье. И, как правило, муниципалитет заключает с собственниками аварийной квартиры договор Мены. Если же ваша квартира не в собственности, а племянники просто зарегистрированы, то вам должна быть предоставлена благоустроенная квартира в границах города, отвечающая санитарным требованиям. Квартира предоставляется равнозначная по площади и состоящая из того же числа комнат, что и ранее занимаемая. При этом количество зарегистрированных лиц не влияет на площадь новой квартиры. Также законом не предусмотрено предоставление отдельных квартир. И только в исключительных случаях жилье может быть предоставлено по нормам предоставления только в тех случаях, если жильцы состоят на учете как нуждающиеся в жилье. Эхо войны. В Волгоградской области найдены останки нашего земляка Константина Метляева. 75 лет мужчина считался пропавшим без вести. Спустя десятилетия у семьи появился шанс со всеми почестями похоронить героя Великой Отечественной войны. Ольга Муравьева расскажет подробнее. За чашкой чая долгими вечерами они собираются и вспоминают детство. Сложное оно было у Галины Константиновны и Тамары Константиновны. У их матери пятеро детей осталось. Когда началась война, младшим двойняшкам было всего по полтора года. Выживали как могли. После наступления немцев отец отправился защищать родину. Помню, перед тем, как уходить на фронт, привезли его, отправили его на Хасан. Там поднялся. И он приехал, сообщил, что он натальяется. Я знаю, что мы на тонах на высоких с мамой разговаривали в этот вечер. Потому что его так-то вроде не направляли, а он сам напросился. Это последнее воспоминание об отце, Метляеве Константине Михайловиче. Он всегда был добрым и заботливым. Приносил конфеты и игрушки. Из рассказов мамы дети знают, что он воевал за Сталинград. Была переписка с семьей. Но в 42-м связь оборвалась. В памяти детей отец навсегда остался, как на этой черно-белой фотографии. В 75 лет они могли только догадываться, что же случилось с папой. В этой семье не любят военные хроники смотреть. Слишком больно. Но когда по телевизору речь идет про Сталинградскую битву, время будто замирает. Всегда хотелось найти лицо знакомое в этих фильмах. Как иногда бывают документальные фильмы, показывают. Люди находят своих родственников по этим кадрам. Поэтому всегда смотрели. И всегда хотелось увидеть что-то. Осенью 2017-го в местной газете появилась заметка. Руководитель поискового отряда Волгоградской области разыскивает родственников погибшего под Сталинградом Константина Метляева. Буквы поплыли перед глазами, вспоминая дочь подполковника. Столько лет поисков, и вот она долгожданная весть. Мы позвонили ему через день, наверное. Потому что сразу как шоковое было такое состояние. И вроде и радостно, что теперь знаем. И в то же время тяжелое чувство. Несколько погибших удалось отыскать на месте Сталинградских сражений. Тела их будут захоронены со всеми почестями. Осталось дело за малым. Найти средства и полететь на похороны отца. Для пенсионерок это оказалось непосильным. Они обращались в общественные организации, к депутатам, меценатам. Но везде получали отказ. Поиск средств на перелет привел в приемную главе администрации округа. Вашему отцу спасибо, что мы сейчас живы-здоровы и с вами разговариваем. Да, 75 лет прошло. Хорошо, что мы не забываем своих героев, находим их. И придаем земле, чтобы они нормально упокоились. В этом кабинете нашлось решение проблемы. Наконец-то дочери выполнят свой долг. Теперь они со спокойной совестью могут собираться в путь. Даже не верят. Вот рады, очень рады, да. Теперь спокойно можем собираться. Когда планируете лететь? Мы лететь планируем 1 или 2 мая. Там захоронение будет от 4 до 6 в этот период. В местах таких массовых сражений продолжаются поиски пропавших без вести отцов, дедов и прадедов. Вера этой семьи показывает, стоит надеяться и не опускать руки, чтобы однажды пропавший без вести в Великую Отечественную был найден. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Алексей Шиповалов, Телемикс. Открытый турнир по олимпийскому тэквондо прошел в Уссурийске. В наш город приехали воспитанники всех федераций края – малыши и взрослые. На даянках сражались бойцы из 9 городов и сел Приморья. 350 участников собрал открытый турнир Уссурийска по тэквондо ВТФ. Самое большое количество спортсменов привез Владивосток – краевой лидер в этом виде спорта. Хотя прежде именно наш город был центром развития южнокорейского стиля тэквондо. Конечно же, планку держит в первую очередь Владивосток. Мы не можем численно их победить. Просто Владивосток – это столица. Там количество занимающихся очень большое, они просто давят количество. Все поединки оценивались с помощью электронной системы, которая исключает человеческий фактор в оценке действий соперников. Удары считывает жилет, рефери лишь помогают компьютеру. К такому судейству больше приспособлены дети из больших городов, где на тренировках доступна электронная система. На ноге датчик, датчик на жилете, в соприкосновение выходит бал. Естественно, там надо правильно знать, как ногу повернуть. И чтобы это все знать, надо на этой системе и тренироваться. Ближайшие города – Уссурийск, Владивосток, Находка, у них у всех это есть. А у нас, к сожалению, пока нет. Самыми младшими участниками были дети 5-6 лет. Их поединки еще не выглядят техничными, зато доставляют массу переживаний болельщикам и тренерам. При этом малыши показывают великолепную растяжку. Их маленькие ножки взлетают выше голов. Не каждый подросток может похвастать такими ударами. Соревнования были тяжелые. Я провела два боя и заняла первое место. Мне понравились сегодняшние соревнования. Я победила два боя. У меня первое место. Было сложно, но надо было победить. В итоге воспитанники уссурийских тренеров завоевали 24 золотые медали. Еще больше серебряных и бронзовых. Следующие крупные соревнования, которые соберут тэквондистов в Уссурийске, пройдут в мае. На фестиваль единоборств вновь съедутся команды со всего Приморья. Ирина Мигунова, Антон Войцеховский, Телемикс. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня мы расскажем о братьях Жене и Диме. Спортивные мальчишки любят играть в футбол. Эти родные друг другу люди хотят полноценную семью. Хотят, чтобы у них были мама и папа. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления «Новошахтинская» компании «Суэк». Меня зовут Женя. Мне 14 лет. Я учусь в 8 классе. Занимаюсь футболом. Люблю играть в шашки с братом. С учебой у меня не очень, неплохо и нехорошо. Но хотелось бы, чтобы было лучше. Я люблю танцевать и гулять. Меня зовут Дима. Мне 12 лет. Я люблю играть в футбол, играть с братом в шахматы. Я учусь в 5 классе. С учебой у меня не очень хорошо. Но стараюсь, чтобы были пятерки. Дима Женя у нас уже давно, с 11 года. Мальчики очень дружные. Много друзей у них. А вот добрые. Занимаются спортом. Очень сильно увлекаются футболом. В школе их уважают сверстники. Мальчики веселые, не злобные. Больше у них доброты. Вот хотелось бы, чтобы все у них в жизни было хорошо. Мальчиков можно взять под опеку, стать для них приемными родителями или просто друзьями и наставниками. Подробнее о формах устройства детей в семью вы можете узнать в отделе опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66. Кабинет 301. Телефон. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская 52А. Телефон 306-906. На этом пока все. Сюжеты вы также можете увидеть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Виктория Сарада. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok